10 мая этого года в музыкальной школе имени Балакирева начался долгожданный ремонт. Новый учебный год для педагогов и учеников должен был начаться в родных стенах. Но на календаре уже 23 сентября, а ремонтные работы еще в самом разгаре. Мы решили разобраться в этой ситуации. 2 апреля детская музыкальная школа имени Балакирева заключила контракт с Саровской строительной компанией «Терем». В договор входил ремонт кровли и фасада здания, а также благоустройство территории. Работу подрядчик должен был завершить к 20 августа. Но ремонт продолжается до сих пор. У такого существенного отставания от сроков много причин. Одна из причин – это чисто нехватка рук. Плюс еще идут некоторые претензии к подрядчику по поводу рабочего графика. Рабочая группа говорит, что они не всегда производят работы в течение рабочего дня. Откровенно так говорить. Претензии опять же подрядчику высказывались. Недобросовестность подрядчиков стоила музыкальной школе значительного ущерба. Ремонт кровли совпал с затяжными осенними дождями. Крыша протекла и затопила третий этаж здания. Также повреждена часть второго и первого этажей. Большой урон вода нанесла концертному залу. К счастью, дорогостоящие музыкальные инструменты не пострадали. Урон в основном коснулся потолка. Небольшой части электрооборудования, пожарной сигнализации в частности, пострадало, по нашему субъективному мнению, три стены, которые имеют в себе наполнение звукоизолирующие и обшиты ГКЛ. Примечательно, что навес над крышей строители поставили уже после того, как произошло затопление. Теперь строительная компания будет отвечать за ущерб по всем правилам. Сроки окончания работ перенесены на 31 октября. А пока занятия с учениками проходят в здании капеллы по улице Сосина и дистанционно. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.